Здравствуйте, дорогие друзья! Мы поговорим с вами сегодня о том, как можно взять грусть и слезы и сделать из этого радость и надежду. Лауреат Нобелевской премии Эйли Визель, человек, который пережил Холокост, он был в концлагере, там погибла его семья, он пришел на личную аудиенцию к 7-му Любавильскому Рэбби. Рэбби его спросил, что тебя тревожит? И он сказал, Рэбби, я со времен Холокоста ни разу не плакал, это не говорит о том, что я не хочу плакать, просто мое сердце не может выразить эту грусть, с того момента, как мой папа погиб в Бухенвальде, у меня нету слез, но сердце хочет плакать. Тогда Рэбби пристально посмотрел на него, подошел к нему и положил ему свою руку на плечо. И вдруг первый раз за десятки лет Эйли Визель расплакался. Рэбби сидел, его сердце плакало вместе с Эйли Визелем. Рэбби ему сказал, сейчас я хочу, чтобы ты взял свою грусть, свои слезы и сделал из этого песню, чтобы ты начал петь, чтобы ты взял все отрицательно, все, что было в твоей жизни и направил это на созидание, построил еврейскую семью, продолжение еврейского народа. Эйли Визель задавал очень тяжелые вопросы Рэбби, как можно после Холокоста верить во Всевышнего? То, что Рэбби ему ответил, как можно после Холокоста не верить во Всевышнего? В 1973 году, после встречи с Рэбби, Эйли Визель написал стих. У этого стиха было музыкальное сопровождение. Я верю. Я верю в то, что Всевышний пошлет избавление этому миру. Что вся моя грусть, все мои слезы, они только для созидания. Весь еврейский народ, где бы он ни находился, сейчас грустит по разрушению первого и второго храма. Девятая Ава. Очень грустный день для еврейского народа. Евреи плачут. Но евреи не плачут, потому что было. Они плачут по тому состоянию, в котором сейчас мы находимся. И как мы можем взять это состояние и привести его к свету, к избавлению. Известно, что разрушает синагогу только для того, чтобы построить новую, более красивую синагогу. Это то, что делает Всевышний. Всевышний дает нам это время для того, чтобы мы заглянули в самих себя. Посмотрели на свое внутреннее состояние. И взяли эту внутреннюю грусть и направили ее на созидание. На надежду. То время, когда раскроется Всевышний, мы соберемся в третьем храме. Известно, что ребенок, когда играет с папой в прятки, чем больше папа прячется, тем больше желание ребенка найти своего отца. Всевышний скрывает нас от себя в этом изгнании только для одного, чтобы мы искали его. И когда ребенок находит отца, он его обнимает, и отец обнимает ребенка. Состояние радости, блаженства для отца и для ребенка. Дай Бог, чтобы вся наша грусть, все наши слезы, всего еврейского народа привели этот мир к лучшему, к избавлению, к радости. Отец Всевышний обнимет своего ребенка, еврейский народ, в третьем храме, который он построит для нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok